Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мне переслали ссылку. Ссылка «Дочь миллионера отправилась в кругосветку и пропала». Публиковано объявление 8.12.2018. Автор Елена Сурикова, рубрика «Туризм». Сегодня 9.12.2018. Сегодня 9 декабря. 13.49. Так, вот это «Дочь миллионера». Что о ней пишут? «Дочь британского миллионера Дэвида Милана пропала в Новой Зеландии во время кругосветного путешествия. 22-летняя Грейс перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря». Та-та-та. Тут о ней. Так. Она начала в Перу, приехала в Новую Зеландию 2 недели назад. Я очень прошу, кто видел Грейс. В общем, призвал Милан, чтобы сообщили что-то о Грейсе. Она перестала выходить на связь. Вот фотография Грейс. Видно, да? Я сейчас попробую все-таки, чтобы текст был виден. Милан как-то не очень хочет камера брать. Вот камера берет и текст. И берет Грейс. Итак, мы сейчас попробуем определить, жива она или мертва. И что было с ней. Почему она не выходит на связь. Ну что, вдох-выдох. Я чувствую мир ее носиком, ее глазами. У нее великолепное состояние, ее тело. Я имею в виду состояние на фото Грейс. Еще раз Грейс. Грейс мертва. Грейс я не нахожу в мире живых. Она откликается из мира мертвых. Как ты там оказалась? Как ты там оказалась? Как ты там оказалась? Какая-то эйфория, как отсутствие сознания. Это может быть наркотическое опьянение. Может быть алкогольное. Обычайная легкость. Потом очень тяжело дышать. Тело сдавливается, ему очень тяжело дышать. Оно не контролируется, и такое ощущение, что над телом свершается насилие. Очень неприятное внутреннее состояние, отвращение, боль. Невозможно дышать. Невозможно дышать у души. Темнота. Темнота. Из белого эйфорийного света сразу провал в темноту из яркого света. Так как как синий. Только синий. Нет. Только синий, да? Нет. Только синий. Такие? Какие? Да синий. Сейчас я тебе покажу. Он наerem скеряя? Нет. Он скеряя! Только синий. Я могу предположить, что это было убийство. Либо же смерть передоза, соединение наркотиков и алкоголя. Ну, плюс удушья. Где сейчас тело? Сырая земля. Важно. Листья. Лес какой-то. Тело надо искать в лесу, оно будет закопано. Давайте подождем, что напишут с ним, что случилось с Гресс. Насколько те ощущения, которые я переживала, и те предположения, которые я сделала на основании этих ощущений. Да, потому что я брала через тело. Насколько это все будет соответствовать действительности. Так, доброй ночи, друзья. Вот открыла я новости. Новости от 10 декабря 2018 года. Сейчас 23.52. Сегодня, оказывается, утром в 10.41. На ленте РИА новости появилось вот 10.41. Сегодня еще дата. Вот, Москва, 10 декабря, РИА новости. Появилась новость, что в Новой Зеландии обнаружили тело Грейс Миллан, дочери британского миллионера, пропавшей во время кругосветного путешествия. Смотрите, ее труп нашли в кустах в Окленде. То есть, листья, земля, помните, да, через неделю после исчезновения. Убийца перевез тело девушки на арендованной машине, которую позже обнаружили недалеко от города Таупа. Правоохранительные органы арестовали 26-летнего подозреваемого. Предъявили обвинение. По данным полиции, мужчина жил в том же отеле, что и Миллан. Помните, как это все происходило. Я описывала, что она чувствовала при этом. В последний раз девушку заметили со спутником в Окленде в отеле City Life. Ну, вот как-то так. Так берется через эмпатийные контакты информация. То есть, через нашу систему чувств, через наши ощущения, через наши чувства. И, наверное, одна из самых сложных задач после того, как мы интерпретировали чувства и ощущения, переложить их в то, что же все-таки произошло с человеком. Что же все-таки случилось. Но это может каждый человек. Все мы умеем чувствовать. Все мы обладаем ощущениями. Все мы можем концентрировать внимание. И вот эти способности, они доступны абсолютно каждому человеку. Добрый вечер, друзья. Сегодня я хочу вернуться к одной из таких, на мой взгляд, сложных тем, экстрасенсорных, которые называются «Мир мертвых». «Мир мертвых» вызывает очень много сказок, предрассудков и разных интерпретаций, которые есть в экстрасенсорном мире. То есть экстрасенсы зачастую пугают мира мертвых, рассказывают про утечку энергии, про какие-то взаимоотношения, пришел-ушел, про какие-то обряды, еще про что-то. То есть это одна из страшилок, которая существует в мире экстрасенсорики. Более того, в разных психотехниках есть, например, техники защиты от этого мира, есть техники взятия энергии из этого мира, взаимодействия, родовой поддержки. Ну, разной чухни очень много. И целая теория, выстроенная на этом деле, когда я вот сейчас вот так в открытый доступ выкладываю информацию с субъективного восприятия, меня зачастую обвиняют в упрощении, либо же в каких-то собственных интерпретациях. Но оно так на самом деле и есть. Просто до сих пор экстрасенсорика, будучи основанная на сверхчувственном восприятии, она не воспринимала субъективную реальность как реальность в принципе. Это называлось собственным глюком, хотя речь идет об ощущениях. И при этом вот эти собственные глюки непозволительно им было, чтобы они каким-то образом интерпретировались в объективную информацию. Мы же заходим не с объективного восприятия, мы заходим с субъективного восприятия. Этот мир – продукт нашей психики. И если мы смогли сдвинуть точку сборки восприятия вот в эту позицию, и никакое программное обеспечение нам по пути не мешало сдвинуть ее в этот вариант, то мир мертвых представляется у нас в психике как продукт нашей психики. А если он продукт нашей психики, то от кого нам защищаться? Зачем нам проводить какие-то ритуалы? Еще что-то, еще что-то, еще что-то. У нас исчезает куча ненужной работы. И как в одной из тех мне говорили, как это ты можешь одеть на себя тело другого человека? Ты можешь притвориться другим человеком, ты можешь сыграть в другого человека и так далее. Но ты не можешь его одеть. Нет, господа, если я в субъективном восприятии, мне не надо никем притворяться. Мне не надо никого играть. Я беру чужое тело, одеваю и чувствую его как свое. И, соответственно, я с него беру информацию. И вот это вот действие называется эмпатийные связи. И перетянуть карму в субъективном восприятии невозможно, потому что эта карма – это то, что рождаете вы в своей голове. Но если вы не можете зафиксировать свое восприятие, не управляете им осознанно и сваливаетесь в объективное, а что вам сигнализирует о том, что вы сваливаетесь в объективное? Страхи, страхи, эмоции – они первые, которые вылазят и говорят, так, стой, точка сборки не зафиксирована. И если у вас возник страх – все. Уже надо делать техники на то, чтобы не нахвататься, на то, чтобы развенчаться, забрать свою энергию и так далее. Но если вы в балансе, а работа всегда в экстрасенсорике ведется в балансных состояниях, поэтому психотерапия здесь обязательно. Если у вас заноза под ногтями, если у вас есть какая-то проблема, которая щемит и болит, она не будет давать вам возможности находиться в балансе. Но если вы в балансе, то все, что касается вот этих техник работы в субъективном восприятии, они просто доступны, легки, понятны и не получаются абсолютно у каждого человека. Это всего лишь вопрос тренировок. Я вам показываю на примерах вот сейчас с миром мертвых. То же самое можно делать с миром бизнеса. То же самое вообще никаких проблем нет. Можно делать с живыми. То же самое можно делать с кем угодно. Понимаете, нет защиты от субъективного восприятия. Вот как-то так. Давайте учиться вместе. Скоро пройдет мой очередной курс. Это уже будет курс, который войдет в инфодайвинг, в инфодайвинг, в эту систему подготовки, управления и восприятия. Давайте учиться осознанно сдвигать точку сборки в те положения, которые нам выгодны здесь и сейчас для того, чтобы наилучшим, наивысшим образом достигать поставленных целей. Это наша игра. Мы играем в удовольствие. Это наш мир. Мы творим его для себя, для себя, родных, любимых. Творим из радости, из любви, из спокойного равновесия, из гармонии. С вами была я, Наталья Зайцева. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok